Произошла в ночь на 10 октября. Егор Щербаков провожал свою девушку домой. Их путь преградил незнакомец, который начал приставать к Ксении. По версии следствия, Егор попытался заступиться за неё, но получил удар ножом в сердце. Ранение оказалось смертельным. Местные жители начали собираться на месте гибели уже на следующий день. Через три дня, в воскресенье, двор, где произошло убийство, был переполнен людьми. На сегодняшний момент создана специальная оперативная группа из числа сотрудников. Отружного аппарата к работе по данному преступлению подключены и занимаются работой лучшие сыщики московского уголовного розыска. Митингующие требовали не только найти преступника, но и очистить район от нелегальных мигрантов. На место прибыли полицейские. Особо активных жителей пригласили в местную управу, где полицейские и чиновники отчитались о своей работе. Но напряжение нарастало и здесь. Анатолий Алексеевич, я попрошу, голос не форсируйте. Я не форсирую, я такой голос. Нет, я попрошу, эмоции у нас тоже. А потому что от нам обидно становится. Матери боятся выпустить детей маленьких, погулять. Маленьких, а постарше нет, и постарше страшно. Но если в управе с жителями удалось договориться по-хорошему, то на улице к тому времени назревал настоящий бунт, который подогревали националисты. Один за всех, и все за одного! Один за всех, и все за одного! Разгневанная толпа направилась к торговому центру «Бирюза», громя все на своем пути. Через несколько минут двери торгового центра поддались натиску агрессивно настроенной молодежи. Внутри толпа пробыла недолго. Полиция задерживала митингующих, но с каждым часом их становилось больше. Ситуацией воспользовались националисты. Они съехались со всех районов Москвы и распределились среди местных, разжигая и без того напряженную обстановку. Достаточно серьезно толпа подогревалась изнутри. И уже противоправные действия были в отношении сотрудников полиции. Толпа не реагировала на призывы полиции. Огромная колонна людей пошла к овощебазе, которую местные жители давно окрестили рассадником криминала. По слухам, именно там мог укрыться убийца. Прошу вас, как я дам! Погромы закончились к ночи. Более 70 человек задержали. В больнице оказались пятеро полицейских. К тому времени следствию стало известно имя предполагаемого убийцы – Архан Зейналов. Архан Зейналов, ранее судимый, отбывал наказание в исправительной колонии номер 5 Калужской области. Он был признан виновным в аварии, в которой пострадали два человека. На момент ДТП он был уже лишен водительских прав. За год в тюрьме получил 16 взысканий. Выйти на след подозреваемого удалось благодаря хозяину квартиры, у которого Зейналов снимал комнату, но, почуяв неладное, успел скрыться. Помогать полиции искать преступника взялись народные дружинники. Они же вычисляли группы националистов, которые планировали новые погромы. С помощью специальной программы телефоны дружинников превратились в рации. Местная молодежь и сейчас круглосуточно патрулирует улицы Бирюлёва. Во вторник ультраправые собрались у станции метро «Пражская». Буквально за пару часов до митинга в СМИ появилось сообщение, что предполагаемого убийцу поймали в подмосковной Коломне. Возможно, эта новость повлияла на то, что несанкционированное собрание обошлось без жертв и разрушений. Он действительно оказал сопротивление, и брать его приходилось жестко. Многие видели видео этого мероприятия, поэтому, ну, я думаю, что та жесткость, с которой мы его брали, она соответствует тому преступлению, которое он совершил. Через несколько часов Зейналов признался в убийстве, но с оговоркой, что просто защищался. Позже в суде он отказался от своих слов и заявил, что невиновен, но это не подействовало на судью. Несмотря на арест Зейналова и закрытие овощебазы, в Бирюлёве продолжаются мелкие стычки. Утром в среду возле железнодорожных путей обнаружили труп уроженца Узбекистана с ножевыми ранениями. Несколько часов спустя на территории бывшего черкизовского рынка зарезали азербайджанца. Но пока никто не связывает эти убийства с событиями в Бирюлёве. Такой многонациональной страны, как наша, больше нет нигде в мире. И плюс бывшие свои из Союза. 11 миллионов мигрантов в год для России уже совсем не шутки. Мы тоже люди, и это тоже наша страна. Расти мы приветствуем, но это не гости. Мне за детей своих страшно. И ведь часто сами приезжие провоцируют коренное население на агрессию. Стрельбой на своих свадьбах, средь бела дня, в наших жилых дворах, у наших детских площадок. Отношением к нашим женщинам, вообще к людям с позиции «я круче, мне всё можно». Нет, это пистолет. При этом маловероятно, что на родине они позволили бы себе такие выходки. Но для того, чтобы понять, почему у нас они позволяют такое, важно понимать, кто эти люди. Большинство тех, кто приезжает в Россию на заработки, как правило, низкоквалифицированная, а порой и вовсе не образованная молодёжь. 38% из стран СНГ въехали граждане в возрасте от 18 до 29 лет. Безусловно, они не учились в советских школах, им сложно здесь правильно сориентироваться, и, безусловно, это порождает большие-большие проблемы. Это люди, не подготовленные к нашим реалиям. Они ведут себя так, как хотят. Они приехали со своим уставом. Ну, а со своим уставом чужой огород ходить вредно. И, безусловно, вот это раздражает наше население. Тем более, когда ты начинаешь себя чувствовать не дома, а как раз в чужом огороде. В Москве, Петербурге и многих других крупных городах уже появляются целые жилые кварталы, состоящие из мигрантов. Этакие чайна-тауны. Со своими законами и порядками всем тем, что было на знаменитом Черкизоне. Что говорить про спальные районы, если даже кольцевые станции в московском метро гастарбайтеры превратили в место, где за деньги почти всё продаётся и покупается. А так, что-нибудь можно вас тут ещё достать? Что? Ну, что-нибудь там. Огурь? Конечно. Что получается есть? Ну, на свай. Я, кстати, на свай не пробовал. Да, вопрос. Вообще, серьёзно? На свай? Вот на свай. Хозяк, молодая, гранаверчу есть. Головки есть, чарс есть. О чём? Ну, договоримся. Ну, примерно, отходит, понимаешь, что с собой денег брать вам? Головки по 1200. Ахуй все. Пятерых раз не мажут. Есть чарс есть. По данным МВД, за последние несколько лет в столице в несколько раз увеличилось число тяжких преступлений, которые совершаются мигрантами. Появилось много гастролёров, грабителей из Грузии, Армении, Азербайджана. Есть наркотрафик, налаженный жителями Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Киргизии. А ещё выходцы среднеазиатских республик чаще совершают изнасилования. Правда, глава ФМС России Константин Ромодановский уверяет, что иностранных преступников у нас, оказывается, нисколько не больше, чем своих. Центральная Азия нам даёт проблемы, даёт сложности. Но говорить о том, что какой-то резкий скачок преступности со стороны этих граждан наблюдается, я бы не стал. В среднем по Российской Федерации процент раскрытых преступлений, совершённых иностранными гражданами, 3,8%. Но это количество только раскрытых преступлений. В том-то и дело, что раскрыть большинство из них просто невозможно. Ищи свищи ветра в поле. Конечно, не все мигранты приехали, чтобы грабить, насиловать и убивать. Большинство оказалось здесь не от хорошей жизни, поэтому берутся за самую чёрную работу. Живут в жутких условиях, чтобы прокормить себя и свои семьи. И, надо сказать, в том же Таджикистане ходят легенды о погибших на стройках неучтённых таджиках. Здесь наш туалет. Здесь одно спальное место. Походу, проживала девушка. Вы семьёй живёте? Да. Вот троём, да? Нет, у меня четверть детей. Это, получается, вот эта ваша территория и вон там, да, полностью? Да. А кем вы работаете в Москве? Я работаю дворником, я работаю дворником. Вы дворник, а вы? Дома хозяйка. А, вы дома? Да. А это дочь ваша? Да. А дочь учится или работает? Конечно, учится. Они здесь родились, вылезли, сады ходили, в школу ходили. В смысле, в Москве уже? Да. Сегодня мигранты буквально заполонили основные сферы экономики. Торговля, строительство, общепит, транспорт и, конечно, ЖКХ. И что обидно местному населению, человеку со славянской внешностью, при огромном количестве открытых вакансий, например, в Москве, ни за что не устроится тем же дворником. У тебя, наверное, брать не будет. Почему? Ты иди, там, другую работу еще и скажешь. А почему не возьмешь? Ну, дело в том, что чем тебя, один меня возьмет нормальный. Понимаешь? Ну, то есть, то же самое делаешь, чтобы заменьшить. Тебе 20 тысяч дадут, а меня, если возьму, мне 10 тысяч. И все беды от этого. Выгода во главе всего. Дешевле 10 таджиков нанять, чем заказать один экскаватор. Поэтому даже представители некоторых национальных диаспор сами толпами привозят земляков в Россию и устраивают здесь своего рода работорговлю. И разруливают проблемы вместо того, чтобы их решать. Да и наш предприниматель средней руки, привыкший считать каждую копейку, понятное дело, не скоро откажется от дешевой рабсилы. Мы увеличили штрафы до миллиона рублей за каждого незаконного работающего мигранта на объекте. И тем не менее, работодатель себя чувствует уверенно и спокойно. Значит, мера воздействия слаба. Значит, его нужно наказывать в уголовном порядке. Но сотрудников ФМС, которые проводят рейды в Москве, всего-то 300 человек. Плюс коррупция. О рейдах предупреждают. На явные нарушения закона не просто так закрывают глаза. Без иностранной рабочей силы нам не обойтись, хотя бы потому, что молодежь не хочет учиться на каменщиков, слесарей и трактористов. Зато каждый год выходят тысячи ненужных юристов и экономистов. Но и с гастарбайтерами так жить нельзя. И тут, с одной стороны, хочется сразу закрыть все границы, ввести визы, брать у всех отпечатки пальцев. С другой, у нас общая зона торговли, общие политические интересы. И терять пусть и бывших, но своих глупо. Миграция – это явление неотвратимое. Мы никуда от него не денемся, если не хотим жить, как жили в Советском Союзе. Сидеть по хрущобам, по клеточкам. Мы хотим ездить. Если мы хотим ездить, то мы должны людей прикинуть. Это процесс бесспорный. И к этому надо относиться с пониманием. Выстраивать нормальные цивилизованные миграционные отношения. Самое главное – делать невыгодным прием на работу нелегалов. Реально штрафовать на миллионы и закрывать фирмы. А пока вот что уже введено. Наконец-то заработала единая база данных учета мигрантов. С 2015 года все гости из стран СНГ будут приезжать к нам только по загранпаспортам. Кроме того, сокращено пребывание трудовых мигрантов в России до 4 месяцев. Все, кто задержится у нас на больший срок, будут автоматом выдворяться на родину с запретом на въезд. Кстати, таких с начала года уже больше 300 тысяч. С учетом того, сколько к нам приезжает – немного, но с чего-то же нужно начинать.